У меня сегодня нет ничего в носках, поэтому я трезвый, поэтому я резвый. Я могу отвечать вам тут на вопросы веские, резко, делать вот так вот, как ремесленник с тамеской, точит свои... Ладно, я готов, я разогрелся. Я очень много слушал панк-рок, именно вот такого скейтерского, который... Это были группы Green Day, Sum 41, Blink, вот, но почему-то не любил рок, который был пожестче, в котором были... Вот не знаю почему, но вот вокальные нравились треки, а вот где... Уже как-то это не цепляло меня так сильно. Как бы я ни пытался слушать вот этот рок, всегда преобладал вокруг русский олдскульный андеграундный рэп, такой подъездный, типа... Все его слушали вокруг, и тяжело было пробиваться через все это. Короче, я слушал-слушал, падики-падики, и в моменте оп, я услышал какой-то трек у Яникса, типа... Хайпим, хайпим, еще что-нибудь. И я такой, блин, вот это круто вообще. На одной из тусовок мне мой друг... Короче, он у меня занимал 2000 рублей. Ну вот так мы сидим, он такой, слышь, а давай я тебе трек запишу за 2000, и ничего не буду должен тебе. Я просто пришел на приколе к чуваку как раз-таки, Лил Меллану. Ну, мы начали записывать. На то время я еще вдохновлялся... Ну, Яникса я уже слушал, в моменте там начали появляться такие чуваки, как Фараон, Бульвар Депо... Ну, короче, вся Янграша, и вот я их слушал, пришел писать свой первый трек, и, естественно, мой первый трек получился в стилистике, как у Фараона на то время. Вот. Ну, а потом я приходил каждый раз чаще и чаще, и уже как-то это, что-то свое выкарабкивалось. Родителям я свои треки вообще не показывал, то есть даже вот до сейчас момента я, наверное, показал всего треков пять, наверное, своих и то, которые там, это, без матов, такие, без всяких грязи, чтобы сильно они впечатления о себе не попортить. Объяснить сложно, у меня с родителями большая, наверное, как это называется правильно, временная пропасть или что это, короче, когда они вообще не могут понять, что у меня происходит, потому что, ну, многие взрослые люди более к подросткам ближе становятся с появлением интернета. У меня батя вот вообще до сих пор как бы пользоваться интернетом, он недавно перешел, наверное, с кнопочного на сенсорный телефон, и тут об интернете речь идет, вот, поэтому сложный такой коннект, но с возрастом, когда сам становлюсь взрослее, уже очень легко становится. Я думал, что он отнесется, короче, ко всей этой музыкальной теме не очень, потому что были моменты, что он меня даже подкалывал, когда там я первые года только, не первые года, а первые пару недель переехал в Москву, я ему звонил, говорю, пап, займи косарик на покушать, и он такой, слышь, косарик, ты же там читаешь о том, что у тебя бабки есть, там девочки, где это, где у тебя что? И я такой, ха-ха-ха, говорю, нормально, пап, но говорю, не в этот раз, займи, займи. Ну и он занимал всегда, так что все с пониманием, все как бы на доброй ноте у нас. Если я говорю, например, строчку, у меня есть бабки, то для взрослых, типа, это, ну и что, у тебя есть бабки, вот. А если я, например, говорю, у меня есть бабки, зови меня дед, то здесь, типа, ассоциация бабки, как бабка, типа, бабушка и, типа, дед. Ну, короче, какую-то микро даю такую изюминку строчки, которая вроде ничего не добавила, но при этом вот можно подумать над ней, поугарать как-то. И вот я постоянно сейчас люблю всякие метафоры, сравнения такие, чтобы в случае, если наконец-то до взрослых людей начнет доходить какой-то смысл моих строчек, чтобы они такие, ну, хоть не совсем тупой человек. Вот, поэтому я думаю, что я и когда-нибудь своему бате заценю все эти строчки, надеюсь, он прикольнется. У меня есть свои какие-то мысли касательно нашей системы образования, вот, в России вообще. И мне, ну, не скажу, что прям не нравится, но какие-то вещи мне казались вообще бесполезными, какие-то вещи мне казались прям, которых не было, естественно, казалось, что, типа, какого фига вообще нету ничего такого, то, что вот нужно людям. От троек меня всегда спасало то, что я там как-то кому-то подсяду, там, подсмотрю, так, чук-чук-чук-чук-чук, вот. А, ну, а, естественно, до нормального прям хорошиста мне не хватало вот терпения немножко посидеть там домашнее, поделать еще что-нибудь. А потом, там, последний девятый и восьмой класс, наверное, все это было. То есть, нормальная тема, что батя приходит там с родительского собрания, и я уже вижу, что все, это конец. Потому что там все вот так два-два-два-два-два-два. Вот, но как-то так, у многих так в жизни, но вот я мастер таких дел, когда ты все оставляешь на потом, а потом вот последний день, и я такой представляю, что я прям в компьютерной игре, я такой, все, погнали. У меня так, чук-чук-чук-чук, все по полочкам, я такой, так, вот это, вот это, вот это, вот это. И у меня как будто есть какой-то адреналин к этому. То есть, я специально уже как будто некоторые вещи оставляю, все на последний момент, чтобы потом на таком, на драйве все сделать. И вот как-то у меня получалось это все. В плане хулиганства какого-то точно не было. Ну, прям уж такого, чтобы это, я был пару раз в полиции. Были такие, типа, дебильные выходки, просто там, я не знаю, выпил там в фонтане, начал купаться с друзьями, там, ваа, ваа, Россия вперед. И раз из ниоткуда полиция такая. Время там, два-три часа ночи, и мы в фонтане, который выключен, и купаемся. Такие мелкие всякие штуки, я ничего такого не делал, чтобы там, не знаю, считать себя хулиганом, но и простым, наверное, каким-то этим сладким я тоже не был. Все-таки периоды депрессии, наверное, были всякие, всякие разные. Там, по поводу девочек, вот я особенно раньше любил пострадать, прям вот посидеть. Плюс я еще играю на гитаре, и вот как раз панк-рок, там очень была сразу смежная тема эмо-рок. Типа я всегда мог переключиться, посидеть, послушать, как там чуваки поют про то, что там она меня бросила. И я вот так сидел, да, да, как жизненно. Мне, типа, нравилась жесткая девочка. И вот я понимал, что она там с каким-то другим парнем. И я вот уже от этого страдал, что вот он Козелина, он же не достоин вообще. Почему он? Он же вообще урод там, типа. А я, и я там постоянно мысленно такой, а я, там сиделся на гитаре, какую-нибудь песню учил играть, что-нибудь припал, поотжимаюсь, такой думаю, а я-то насколько круче, там. Ну вот так и потом день проходил, и я такой, так, все, уже на новую мог это, по новой пострадать, еще что-нибудь. Я, наверное, все детство отдал спорту. Я занимался тэквондо, потом боксом занимался, смешанными единоборствами, футболом. Вот большую часть, наверное, всей своей жизни и спорта я отдал, наверное, футболу, потому что, ну, я не прям профессионально играл. Мне так повезло, что у меня прям за домом, прям вот мой дом, и сразу за ним была школа моя, и в ней же, на территории школы, был футбольное поле, на котором я играл каждый день. Блин, я каждое утро начищал этим черной этой губкой свои ботинки, и каждый раз после школы выходил и прям пинал мячик в них, приходил, они у меня вот должны быть черные, а из-за того, что я пинал, они у меня белые, как вот, ну, не знаю, такие прям вот со следами, такими потертостями все были постоянно. Спорт требует очень много здоровья, забирает, забирает очень много времени. Музыка просто для меня выход в том, что я развиваюсь не только как какая-то творческая единица просто, а и, ну, и как личность, то есть, типа, музыка дает мне какие-то переосознания, что ли, жизни в каких-то моментах. Поэтому я решил, что со спортом все-таки, наверное, я не буду связан с жизнью и буду связан с музыкой. Как-то в моменте осознал, что, сидя в Тюмени, очень тяжело как-то музыкально продвинуться, очень тяжело сделать так, чтобы твою музыку услышали. Всегда было какое-то отставание во времени, что ли, от столицы той же самой, и это сильно чувствовалось. Я писал музыку, в Москве такая музыка уже на ура, типа, люди там, вау, жесть, круто, круто. А у нас в городе, как бы, время запоздало идет, и там до сих пор чуваки с затонированными стеклами, в заниженных тачках, с таким подъездным рэпом, и они такие, «Слушай, это что за хипстерская херня, типа, вырубай это, ну, что это такое? Слушай, все, завязывай». Тебя все знают, и тебя, скорее всего, все будут обсуждать, причем, скорее всего, тебя будут обсуждать не в хорошем смысле, потому что как раз-таки мнение вот это остаточное еще оставалось у нас в городе, что, типа, да вы там свой музон, бабки, телки, там, еще вы что-то курите, еще что-то делаете, это нифига не то, что надо, вы не тру пацаны, вот мы тут сидим, у нас там пацаны сидят на зоне, вот мы настоящие трушные пацаны. И вот эта всегда тема, она чуть-чуть сковывала, не давала развиваться. Я каждый раз, когда, сидя в Тюмени, писал трек, думал, блин, а что вот обо мне пацаны скажут с Войновки, там, ну, с райончика у нас, там, или там, бля, а что с лесобазой пацаны скажут? Я подключился к ребятам уже позже, то есть я не был прям как основатель Melon Music, я был скорее чел, которого вот позвали ребята, такие, типа, пригоняй, будешь писаться, с нами, будем мутить музон, я такой, ладно. В общем, свой первый трек я записал как раз-таки у Lil Melon, мы у него писались, мне понравилось, я пригонял к нему еще чаще и чаще, вот, но впоследствии потом случился несчастный случай, Lil Melon не стало, и ребята в честь всего этого решили сделать объединение Melon Music, вот, в которое позвали всех ребят, кто вот у Данька писался на протяжении какого-то времени. Костяком, таким основным, мы переехали в Москву, там уже мы порядка четырех помещений разных сменили, там, сначала в гараже у нас была студия, потом в магазинчике, в ларьке, в продуктовом, в каком-то прям студия была, туда-сюда, туда-сюда, и вот большим трудом сюда переехали, теперь тут большой бандой и крутимся. Будда и Lil Melon это были вообще прям одни из самых близких, наверное, корешей друг к другу. Ну и вот так и я познакомился, собственно, я пришел в какой-то из, там, пятый или шестой раз записывать трек, сидел там Будда, причем такой на спортике весь был, то есть он не такой, как сейчас, такой, это, все, можно, а такой был прям, это, спортсменчик, оп, все, там, привет, привет, позаценил ему мои треки, он на какой-то один из моих треков ответил, во, вот этот нормальный, вот этот нормальный. И впоследствии как-то потеряли связь, потому что до 20, там, с чем-то, ты всегда чувствуешь, когда человек с тобой младше, тебе не супер хочется с ним тусоваться, когда ты еще вот в подростковом возрасте, там, тебе 18, а к тебе привязываться какой-то 13-летний, например, че, блядь, че за малой вообще присосался. Плюс еще подбешивал, может, немножко, я не знаю, я такой бесявый чел на самом-то деле, ну, особенно раньше был. Вот, ну а впоследствии раскрылся, типа, раскрылся, видимо, как-то по-другому для него, и он такой сразу, это, вроде норм, пацан, и вот сейчас говорит, что с кайфом. Просто у меня в моменте очень большая аудитория появилась в плане, там, до этого, наверное, было 15-17 лет, а тут раз еще 13-летние школьники, еще что-то, и меня начали много отмечать молодых девочек, ребят, прям вообще маленьких, то есть там некоторые прям в школе сидят в классе в пятом и снимают под меня. И какая-то девочка решила сделать такой пост, типа, «Когда 13-летние девочки делают вид, что шарят за Майота?» И она там, типа, вот так бьет в камеру, типа, этих девочек якобы, что они, типа, вот делают вид, что шарят за меня, хотя она там, например, меня очень давно слушает. Это все разлетелось в ТикТоке очень сильно, все начали снимать видео, где там просто под мой трек, и так снимаются, и такие, «Когда шарю за Майота?» И все вот, «Когда шарю за Майота?» «А ты шаришь за Майота или нет?» И вот все это потом мутировалось уже, делаешь вид, что шаришь за Майота, шаришь за Майота или позер? И все это вот так распространилось, что там, даже не знаю, мне присылают чуваки, просто кизару уже пишут в комментариях, «Шаришь за Майота или позер?» И он уже такой, позер, позер. Вроде бы и всю жизнь хотел этого, чтобы меня узнавали, но слишком часто в жизни я встречаюсь с таким, что там подходишь к кому-то, говоришь, «Привет, меня зовут Тёма». И мне такие, «Мы знаем, мы знаем, привет, привет». И вот мне всегда от этого, типа, «Что знаешь-то, а тебя-то как зовут?» Мне всегда хочется спросить. То есть всегда люди, когда меня знают, я подхожу с ним, говорю свое имя, они такие, «А мы знаем тебя, знаем». И свое имя никто не говорит. Как будто бы, типа, это и не важно. Даже несмотря на то, что я сейчас актуальный артист, кому не говоришь, знаешь за Майота. И все знают вот именно мем, шаришь за Майота, или делаю вид, что шарю за Майота. Или Майета еще говорят по угару, типа, шарю за Майета. Но все знают, все слышали, но я там часто сталкивался с таким приколом, что там стоишь, сидишь день с человеком, разговариваешь, говоришь, шарю за Майота. Он такой, конечно, конечно. И я с ним сижу уже, там, 10 минут разговариваю. Он до сих пор не понимает, что с ним вот как раз я разговариваю. Я такой, что, какие треки нравятся? Он такой, да там вот это, вот это, вот это там. Я говорю, хорош, хорош, там, я вот Майот как раз. И там человек вот так, ну, меня, чего? Майот? Такой урод? Ну, нет, шучу. Был, вот, он до сих пор у меня есть, мой друг. Он мне рассказывал, что, ну, мы там тусили с девчонками какими-то в клубе в самом нормальном, более-менее у нас сейчас в Тюмени. И он говорит там, чего девчонки, я там кореш Майота, там, вот, смотрите, фотки есть. И они прям реально такие, о, правда, там, раз такие, присели на него, вот. Поэтому, да, в Тюмени так и происходит все. Я думаю, что даже не один человек этим пользуется. Мне кажется, в Тюмени даже есть люди, которые там один раз в жизни со мной просто за руку здоровались, но всем говорят, что они офигенно со мной общались. И, может быть, если кто-нибудь там не предохранялся, то по моей инициативе, может, ни один ребенок уже родился там. На меня очень сильно повлиял фильм, по-моему, называется «Внук космонавта» или что-то такое про маленького, черного, ну, темнокожего мальчика, который жил в России в период 90-х, вот как раз такие. Ну, представляете, в 90-е попасть в Россию, это скинхеды здесь, это все такое. И вот он проживает свою жизнь, и люди, которые вокруг него меняют свои взгляды полностью, то есть его одним из лучших друзей становится как раз-таки скинхед, типа. И для меня, когда я смотрел этот фильм, я не помню, лет в 13-14, для меня это был просто вот прям, не знаю, какой-то переклин, что я все переосознал, что типа все вот стереотипные штуки по поводу каких-то национальностей и все чего-то, цвета кожи, я все отбросил навсегда и начал мыслить очень широко, и поэтому я всем советую посмотреть, по-моему, называется «Внук космонавта». Музыка в совокупности с моим нетрезвым состоянием вот так вот, чук, и создается огромный какой-то ураган, который не рушит, а создает. Я кайфую, музыка из меня льется рекой, потоком, мне кажется, что это не я даже придумываю, мне кажется, что это откуда-то с космоса на меня идет, и я просто как человек, который умеющий принимать этот сигнал, вот, поэтому пока что, пока этот сигнал ко мне идет, я думаю, что не перебор, но не злоупотреблять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok